День добрый. Всех поздравляю с Троицей. И накануне праздника совершилось такое достаточно уникальное событие. Троица Андрея Рублева прибыла в Храм Христа Спасителя, где пробудет, по всей видимости, достаточно долгое время. Когда об этом узнали, это было, получается, недели две назад, по интернету прокатилась волна негодований. Люди, большинство из которых вообще крайне редко интересуются церковной повесткой, начали возмущаться по поводу того, что икона прибыла в храм. По их мнению, она должна была оставаться в музее, потому что там она якобы была бы сохраннее. Ну, Храм Христа Спасителя – это не рядовой храм. Это вот если бы ко мне в деревню привезли Троицу Рублева, тут бы, наверное, да, о сохранности бы возник вопрос. Но я думаю, в Храме Христа Спасителя найдут специалистов для того, чтобы смочь сохранить икону. Поэтому тут, мне кажется, переживания сильно гиперболизированы. Что эти переживания будут? Ну, наверное, вполне возможно было предположить, потому что для музейных работников икона – это, в первую очередь, музейный экспонат. Даже, не знаю, в первую или в единственную для некоторых из работников музея, потому что не все они верующие. А для церковного человека икона – это икона, если выразиться светским языком, предмет культа. Поэтому ее присутствие в культовом пространстве вполне оправдано. То есть, собственно, она так и задумывалась. Андрей Рублев, когда ее писал, он предполагал, что она будет в храме и что пред ней будут люди молиться. Напоминаю, конечно, что молимся мы не иконе, но иконы присутствуют в духовной жизни и помогают нам, глядя на них, сосредоточиться на молитве, настроиться на молитву. Можно так сказать. И помещение этой святыни в пространстве церкви вполне оправдано. Мы не можем спросить Андрея Рублева, как бы он к этому отнесся. Но, так вот, логически рассуждая, он бы, по всей видимости, одобрил. Потому что он, собственно, ее для храма и писал. И еще, наверное, важно сказать о контексте передачи. То есть, о времени, в которое была передана церкви. Церкви – это очень любимая и очень почитаемая ныне икона. Все-таки все мы знаем, события сейчас для нашей Родины непростые. Поэтому передачу этой иконы можно вполне воспринимать как желание и спросить у руководителя нашей страны Божьей помощи в этот непростой для нашей страны период. Я понимаю, что на этом моменте светские люди всегда начинают ерничать. Потому что говорят, вот нет, мол, надо не Бога просить, а самим что-то делать. Но то, что мы просим Бога, это не отменяет того, что самим надо что-то делать. Вообще, есть такое понятие в духовной жизни – синергия, соработничество. Это когда мы сами стараемся, но и Бога просим о помощи, чтобы он нам помог. Если нет воли Божьей, картошка не вырастет. Но если я ее не посадил, тоже ждать большого урожая не приходится. То есть вот синергия, она про это. Поэтому вполне логично в непростое время попросить у Бога помощи. Это не отменяет того, что надо и самим многое будет сделать для того, чтобы наша Родина процветала. Собственно, когда Патриарх рассказывал о передаче иконы Троицы, он вот на этом тоже застрял внимание. Вот такие события, о каком я сейчас говорю, не совершаются без прямого участия божественного промысла. Ведь именно сейчас, а не раньше и не позже, было принято это решение. Именно сейчас, когда Отечество наше, как вы знаете, противостоит огромным враждебным силам, этот образ возвращается в Церковь. Для того, чтобы, молясь перед ним, мы возносили Господу хвалу и одновременно просили его о вспомоществовании Отечества нашему. Молились также и о православном президенте нашем, Владимире Владимировиче Путиным, решением которого и возвращается этот образ. Молились за властей и за воинство наше. Еще раз хочу сказать, что такие судьбоносные события, как возвращение чудотворного образа святой Троицы, писанной преподобным Андреем Рублевым, являются событием особой исторической важности. И совершаются такие события не случайно, в то время, в которое они совершаются. Воспримем это как знак Божьей милости к народу нашему, к стране нашей. И будем возносить горячие молитвы и об Отечестве нашем, и о Церкви нашей, чтобы силой божественного промышления Господь хранил и народ, и страну нашу. Что еще хотелось бы сказать? В публичном дискурсе прозвучало мнение, что Путин ориентируется на правителей, которые были на Руси, и те правители, они религиозной жизни уделяли очень внимательное значение. Кто-то собирал святыни, кто-то, начиная с строительства города, привозил мощи святого, чтобы тот покровительствовал созданию этого города. И вот это почему-то было подано как неверная позиция. Типа мы сейчас просвещенный век, мы не можем на такие ориентиры ориентироваться. Но на самом деле, а почему неверная? Где аргументы? Мы видим, что у наших древних правителей, которые воспринимали мир так, все получалось очень даже неплохо. Мы знаем, что Бог не изменен, поэтому если у них получалось, если они, делая какое-то дело, пытались заручиться поддержкой Бога, и Бог им помогал, почему вдруг люди считают, что сейчас должно получиться как-то по-другому? Поэтому действительно то, что такую великую святыню, как Троица, написанная преподобным Андреем Рублевым, была передана церкви, это действительно вполне логично может помочь заручиться поддержкой Бога. Так что лично я воспринимаю передачу Троицы Рублева церкви исключительно в положительном ключе. А как воспринимаете вы? Пишите в комментариях. С вами был я, романах Александр Митрофанов. Всех обнимаю, подписывайтесь. До встречи в эфире.